Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжая наше исследование пятой главы послания к римлянам, мы увидим, что от темы двух адамов Павел переходит к теме двух царств. Царство благодати и царство смерти, царство греха. И он об этом говорит с 19 по 21 стихи. Вы знаете, что является главной проблемой христианских церквей в современном мире? Восстановление проповеди Евангелия. Тем более редко можно услышать проповеди на пятую главу послания к римлянам, потому что она заключает в себе очень много трудностей. Некоторые пытаются проповедовать, но, что удивительно, стараются спрессовать эту обширную и жизненно важную тему в одну проповедь. Многие служители не желают менять свой образ мышления. Им намного легче изменить образ мышления апостола, нежели свой. В чем мы все нуждаемся, так это в том, чтобы понимать истину. Христос, наша праведность, так, как ее понимал апостол Павел. Чтобы мы могли понять суть истины, изложенной в этой главе, нам необходимо осознать мотивацию во Христе, которая является центральной темой теологии Павла. Что до меня, то это чрезвычайно важно для нас понимать этот отрывок Писания, если мы хотим уразуметь то, о чем сказано в шестой и седьмой и восьмой главах этого послания. Это отрывок пятой главы с 12 по 21 стихи является своего рода ключом к пониманию последующих глав. Как я уже прежде говорил, освободитесь от ваших предвзятых мнений и предубеждений. Подходите к исследованию Писания с открытым умом. Не подпадайте под чье-либо влияние. Уважайте мнение друг друга, даже если у вас нет пока согласия между собой. Но нужно только одно – быть честным с текстом. Если не прав, будь готов к перемене. Главное – будь честен с текстом. Сегодня мы проведем заключительное исследование этой обширной темы, которую затронули в пятой главе. Есть теория, согласно которой, если мир возьмет на вооружение три основополагающих принципа – любовь, чистоту и честность, то на земле будет мир и не будет нужды война. Теория неплохая, но есть проблема. Грешники могут только грешить и не могут поступать правильно. Человеку невозможно то, что возможно одному Богу. Единственное, что может изменить этот мир, так это рождение свыше. Это то, чему Христос учил Никодима. Иоанна 6 глава, 3 глава, прошу прощения, 6 стих. «Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух». Плоть всегда остается плотью и может производить только дела плоти. Грех? Да, она может производить собственную праведность, но в глазах Божьих дела собственной праведности также являются грехом. Она является непорочной в наших глазах, но только не в глазах Божьих. Итак, помните, что закон доказывает нам, что мы грешники. Закон не производит в нас грех, но открывает нашу греховность и показывает нам, что у нас находится внутри или в нас. Не верьте никому, что Бог переложил на людей грех Адама, но и не верьте никому, что младенцы не рождаются грешниками. «Мои внуки получили греховную плоть от моего сына, и мои сыновья получили плоть греховную от меня, я от своего отца, он от моего деда, и так далее, вплоть до Адама». Теперь возвратимся ко второй половине послания к кремлинам, 5 главе, 20 стих. «А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать». Что Бог сделал во Христе, так это дал людям преизобилие благодати. Он не только изгладил грех Адама, но также и наши грехи. Вот в чем преизобилие благодати. Прошлое, настоящее и будущее. И еще, Он не только изгладил грех, но также провозгласил вердикт оправдания к жизни для всех людей. И Он сделал не только это. Он сделал много более. Он осудил грех во плоти. Итак, где грех умножился, благодать умножилась много более. Он сделал это для нас, для всей человеческой расы. Греха и царство благодати, дорогие мои, очень важная тема. Обозревая это, Павел говорит в послании к кремлинам, 5 главе, в 21 стихе. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Мы были рождены грешниками. И если мы позволим греху царствовать в нашей жизни, то это приведет к вечной смерти. Но когда пришла благодать, то настало время ей царствовать через праведность Господа Иисуса Христа к вечной жизни. Понимаете? Грех Адама принес в этот мир царствование смерти, и мы были рождены в этом царстве. У нас не было никакого выбора. Мы не можем побеждать в этом мире. Но благодатью мы имеем много более, чем этот мир. И эта страна могут дать нам. Павел говорит здесь, что мы были рождены под царствованием греха и смерти. И если мы останемся в таком состоянии, то умрем навеки. Но мы не должны оставаться в этом царстве, говорит он, потому что есть новое царство, утвержденное Иисусом Христом. И если мы будем стремиться к этому царству и позволим Христу царствовать в нас, производя праведность в нас, то конечным результатом будет вечная жизнь. Во Христе мы умерли, чтобы воскреснуть к новой жизни. Итак, если вы принимаете Христа, то умерли в Адаме. Более детально мы рассмотрим это при исследовании 6 главы. В этом мире вы начинаете жить жизнью, полученной от Адама, и заканчиваете смертью, потому что жизнь, которую Адам передал нам, осуждена на смерть. Евангелие все изменяет. Вы начинаете со смерти и заканчиваете жизнью. И это не эта временная жизнь. Мы не можем принадлежать одновременно Адаму и Христу. Один человек эмигрировал из Германии в Америку. Он был талантливающим фотографом, жил в Нью-Йорке и стал миллионером. Через некоторое время он решил посетить свою этническую родину. И поскольку был известным и богатым человеком, то написал письмо императору Вильгельму. Следующее содержание. Вы, возможно, слышали обо мне. Я американский немец. И хочу посетить место, где родился. Также желаю получить у вас аудиенцию. Император ответил ему. Немцев я знаю и американцев знаю, но не знаю американских немцев. Если вы были немцем и стали американцем, то вы не имеете более права называться немцем. Это весьма поучительно для нас. Когда мы становимся христианами, то не можем более пребывать в Адаме. Мы не можем быть христианами в Адаме. Наше гражданство на небесах. Мы более не принадлежим этому миру. Мы еще живем в нем, но не принадлежим ему. И мы не можем одновременно пребывать в Адаме и во Христе. Чтобы быть во Христе, необходимо умереть в Адаме. И все это через веру. Каждый должен сделать выбор. Это ясное учение Нового Завета. Вечность зависит от того, какую человечность вы избираете. Когда в Библии используется слово «неверие», то оно подразумевается как смертный грех, непростительный грех в Новом Завете. Это означает сознательное избрание оставаться в Адаме и царстве греха. Когда вы делаете свободный выбор, после того, как услышали Евангелие, оставаться в Адаме под царствием греха, тогда мой совет вам – не приходите в церковь и не тратьте напрасно время. Ешьте, пейте и веселитесь, ибо завтра умрете. Твердо знайте, невозможно одновременно наслаждаться грехом и идти за Христом. Я не говорю о борьбе, но об избрании. «Неверие» – это осознанное избрание оставаться под царствием греха или оставаться в Адаме. Вера же – это сознательное избрание пребывать во Христе, в царстве праведности. И все это Павел объясняет в деталях во второй половине шестой главы. «Тому Господину, которого вы избрали, вы и будете служить. Греху смерть или праведности в жизни – что-то одно». Вот почему этот отрывок так важен для того, чтобы мы могли понять римлянам шестую, седьмую и восьмую главы. Это то, что Павел говорит нам. Есть две человечности. Одна, которая представлена падением Адама, и другая, которая была представлена послушанием Христа в его жизни и смерти. По природе мы принадлежим Адаму, рождены в нем и являемся детьми гнева, «Но всякий верующий во Христа не погибнет, но будет жить вечно, потому что каждый человек может изменить свое состояние от пребывания в Адаме к пребыванию во Христе». Бог уже совершил все это как дар. Он поместил нас во Христе две тысячи лет тому назад и переписал нашу историю в нем, чтобы мы стали совершенны, как мы и читаем в этом замечательной книге «Путь ко Христу». Бог смотрит на вас во Христе, как если бы вы никогда не согрешали. Он дает вам новую жизнь и новую судьбу. И Он говорит каждому из нас, пожалуйста, ты принимаешь это. Я не заставляю, и ты можешь избирать. Избери жизнь. И если ты скажешь «да», тогда Иисус скажет тебе. Помните Иоанна 5 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю тебе, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Интересно знать, что в Ветхом Завете Бог производил суд над Своим народом каждый год. «Моисей возвел скинию, чтобы Бог поселился в ней». Книга Исход, 25 глава, стих 8. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». Во святом отделении святилища находился ковчег Завета. И не забудьте, в этом ковчеге были 10 заповедей Божьих. Это очень важно, чтобы мы это помнили. Крышка Завета, ковчега Завета, называлась престолом благодати. Над престолом благодати были два золотых херувима. В ковчеге находились 10 заповедей Божьих. Не закон Моисея, а заповеди, провозглашенные Богом на Синае и написанные на двух скрижалях Его рукой. Посреди херувимов над престолом благодати и скрижалями закона была слава Божья. И оттуда Бог говорил людям. Раз в году первосвященник жертвенной кровью за весь народ и за себя входил во святое святых. Если первосвященник выходил из святого святых живым, значит, Бог принимал покаяние народа. И очищал святилища от их грехов. Разве это не была благодать? Так совершался суд Божий над народом израильским. Это был прообраз будущего евреям. Читаем 9 главу, 7 по 8 стихи. А во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя из-за грехи неведения народа, сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиня. Таким образом, мы видим, что и в Ветхом Завете верующие на суд не являлись. Это делал первосвященник за весь народ. Так и в Новом Завете мы продолжаем чтение с 11 стиха. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинею, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». «Если первосвященник входил во святое святых к престолу Божьему со страхом и трепетом, то мы во Христе освободились от страха». Евреям 4 глава, 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, табы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Моя молитва о том, чтобы на этом основании выстроили свое христианство. Христианство – это не просто присоединиться к какой-то динаминации. То, что мы являемся членами какой-либо церкви, еще не спасает нас. Христианство – это не действие крещения. Наши действия не спасают нас. Это христианство, это истина о крещении спасает нас. Что же такое истина о крещении? Это смерть во Христе, прощание с ветхим Адамом, погребение во Христе, оставление греха и воскресение к новой жизни во Христе. Вот почему так важно проповедовать истинное значение крещения. Некоторые полагают, что крещение является мемориальным служением. Но Библия не учит так. Крещение – это не мемориальное служение. Это служение свидетельства. Вечеря Господня – это мемориальное служение. Творите сие в мое воспоминание. Ваше крещение свидетельствует миру, что вы стали христианином. С этого времени вы уже не можете принадлежать этому миру. Есть люди, которые имеют двойное гражданство, но не так христианство. Мы избираем Христа и Его праведность, нашего Спасителя, нашу надежду. С этого времени мы перестаем уповать на плоть. И если мы строим свое христианство на этом основании, и уже не я живу, но живет во мне Христос, то это будет проявлено в Его Церкви. Так что она озарит этот мир славой Господа нашего Иисуса Христа. Это моя молитва во имя Христа. В Римлянам 5 главе Павел описал принцип благодати в жизни верующего. Он указал, что Божьей благодати достаточно, чтобы справиться с грехом в жизни уверовавшего. Утверждая, что где увеличивается грех, там преизобилует благодать. Эта весть должна была очень ободрить верующих в Риме. Но Павел также и понимал, что некоторые могут истолковывать это утверждение неверно. Например, иудеи могли сказать, что учение Павла поощряло небрежную и греховную жизнь. А антиномисты, то есть беззаконники, заявить, если мы продолжаем грешить, Божья благодать позаботится о нас. Итак, зачем беспокойство? Если благодать всегда преизобилует в присутствии греха, будем грешить, чтобы увеличилась благодать. Чем больше мы грешим, тем яснее люди увидят, как проявляется великая благодать Божья при нашем прощении. В последующих трех главах, с шестой по восьмую, Павел излагает тему об освящении новой жизни во Христе. Эти главы показывают нам, как мы можем жить жизнью победы над грехом. Мы встречаемся с одним из парадоксов христианской жизни. Верующий назван святым, практически еще находясь в процессе освящения. Но слава Богу, Его благодати достаточно для того, чтобы мы возрастали до полного возраста Христа, чтобы стать теми, кем с точки зрения Бога уже являемся. Многие крещеные люди, к сожалению, так и не пережили опыта рождения свыше. Большое количество христиан во всех конфессиях, которые крестились, были похоронены живыми, образно говоря. Разве это не преступление хоронить живого человека? Пастор обладает властью крестить только мертвого человека. Таким образом, крещение – это не магический ритуал, а свидетельство о смерти, смерти в Адаме. Но крещение также есть и свидетельство о рождении, рождении во Христе. Поэтому я желаю обратить ваше внимание на послание к римлянам, 6 главу, с 3 по 6 стих, где ясно изложено значение крещения. Если мы понимаем его значение, то сам акт крещения укрепляет наше решение – жить для Христа. Крещение подобно нашей присяге на верность Богу. Как народ мы делаем ударение на методе, форме крещения. Но даже хотя мы и можем иметь правильную форму крещения, это вовсе не означает, что оно истинное. Форма крещения может быть верной только тогда, когда она соответствует истине о крещении. Многие христиане не понимают истинного значения крещения. Они полагают, что крещение – это мемориальное служение в память о крещении Христа. Я не могу найти ни единственного текста, который бы подтвердил это. Крещение не является мемориальным служением, потому что вечеря Господня – это мемориальное служение. Крещение – это служение исповедания. Это публичное исповедание веры, который переживает верующий смерти в Адаме и воскресении во Христе. Давайте посмотрим не на форму, а на истину. Иисус дает великое поручение Своим ученикам. Евангелие от Марка, 16 глава, 15-16 стихи. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Сегодня крещение совершается священнослужителем во имя Отца, Сына и Святого Духа. Но крещение, как действие, не совершается человеком, а Святым Духом. Не пастор и не евангелист крестил вас, дорогие мои, но Святой Дух. Давайте посмотрим, как Павел объясняет истинное значение крещения. Первое послание Коринфянам. 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Мы все крестились в одно тело, и это тело относится ко Христу. Это есть истинное крещение, которое всегда символизирует очищение, отделение от греха и посвящение себя Богу через наше единение с Христом в Его смерти и воскресении». «Неужели не знаете», задает вопрос апостол Павел. «Мы знаем, что Христос умер за нас и воскрес, чтобы спасти нас от грехов наших. Мы понимаем и верим в доктрину отождествления со Христом. Но вера применяет эту истину к жизни, делая нас послушными воле Божьей». Помните, как Павел поощрял нас принимать верой благословение и преимущество оправдания. Теперь, Он предлагает нам принять верой и то, что Бог говорит о нашем освящении. Будем всегда помнить, что Иисус сломил мощь греха, властвовавшего над нами, чтобы спасти нас от Него. «Оправданный верой христианин рожден свыше». Что это значит? Он ненавидит зло и любит правду, праведность Божью. И живет новой жизнью, в которой его обновленный Святым Духом разум господствует над грехом, который продолжает жить в его теле. Вот почему Павел спрашивает в послании к римлянам в 6 главе. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Трагедия в том, что многие христиане не знают. Христианин всегда крестится во Иисуса Христа. Мы не крестимся в какую-нибудь христианскую конфессию, потому что принадлежность конфессии не спасет никого. Спасение только во Христе. Да, пастор крестит во имя Отца и Сына и Святого Духа, но истинное крещение всегда в Иисусе Христе. Это переход из состояния в Адаме в состояние во Христе, переход из мира в тело Христа. Что же Павел имеет в виду, говоря о крещении во Христа Иисуса? Мы поговорим об этом в следующий раз. Да благословит вас Господь и да поможет Он вам понять, что есть царство греха и есть царство благодати. И сделать правильный выбор. Выбрать царство Христа. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok